Прошло совместное заседание Законодательной палаты и Сената Оли Маджлиса. Заседание открыл спикер Законодательной палаты Нурдин Джон Исмаилов. Прозвучал Государственный гимн Республики Узбекистан. Образованный временный секретариат и мандатная группа утверждена повестка дня. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев в своем выступлении отметил, что за последние три года было принято свыше 30 концепций и стратегий по ускоренному развитию приоритетных направлений социально-экономической сферы в средней и долгосрочной перспективе. Президент Республики Узбекистан. Пока преждевременно заявлять о том, что правительство справляется с возложенными на него задачами. Народ ждет больших и конкретных результатов. Президент Республики Узбекистан. Отмечалось, что на следующие пять лет задана высокая планка по обеспечению значительных темпов экономического роста, совершенствованию налогово-бюджетной политики, развитию отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, жилищной и коммунальной сфер. За последние два года воловой внутренний продукт нашей страны вырос с 44 миллиардов долларов до 58 миллиардов. На заседании указано, что общей задачей правительства, Центрального банка и хакимов всех уровней будет увеличение объема ВВП в два раза до 100 миллиардов долларов, снижение уровня инфляции до 5%, наращивание производства потребительской продукции. На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Оли Маджлиса рассматривалась кандидатура премьер-министра и программа действий Кабинета министров на ближайшую и дальнюю перспективу. Президент Шавкат Мерзиёев перечислил основные задачи, стоящие перед вновь утвержденным правительством. Отмечалось, что плодовощеводство и животноводство должны стать главным локомотивом сельского хозяйства. В деле обеспечения продовольственной безопасности перед правительством стоит задача в ближайшие пять лет увеличить объемы производства продукции в два с половиной раза. В условиях уменьшения водных ресурсов в следующие пять лет предстоит внедрить капельное орошение и другие водосберегающие технологии минимум на 30% орошаемых земель, сократить эксплуатационные и инвестиционные расходы гидросооружений на не менее чем 15% за счет расширения государственно-частного партнерства. Глава государства указал на необходимость устранения проблем в нефтегазовой и энергетической отраслях для ускоренного развития экономики. Глава государства указал на нефтегазовой и энергетической отраслях для ускоренного развития экономики. За счет глубоких структурных преобразований и реализации крупных инвестиционных проектов, предстоит увеличить объем производства продукции в горно-рудной отрасли в полтора раза. Выпуск строительных материалов втрое к 2025 году. Касательно текстильного и кожевенно-обувного производства, президент Шавкет Мерзиёев акцентировал внимание на необходимости полной переработки отечественного сырья и обеспечения до 2025 года экспорта продукции на 8 миллиардов долларов. Указано на необходимость ускоренного развития электротехнической промышленности на основе высоких технологий, наращивания производства бытовой техники и промышленного электрооборудования, кабельной продукции. Автомобилестроение главной задачей станет доведение производства легковых, грузовых автомобилей и автобусов до 360 тысяч единиц в год, а также экспорта минимум до 100 тысяч единиц к 2023 году. Предстоит реализовать новые крупные проекты по модернизации мощностей химической промышленности, глубокой переработке природного газа. Поручено в следующие пять лет довести долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 45 до 70%. Объем экспорта такой продукции до 100 миллионов долларов. Отмечена необходимость улучшения инфраструктуры, увеличение количества гостиниц, развитие транспортных коммуникаций и повышение качества услуг для обеспечения туристического потока в страну свыше 12 миллионов человек в год. Продолжение следует... Определены также задачи по развитию социальной сферы, доведению средней продолжительности жизни до 76 лет, улучшению питьевого водоснабжения, дорожной инфраструктуры, внедрению конкретных механизмов поддержки социально уязвимых слоев населения. Президент Республики Узбекистан Шавкет Мерзиоев представил на рассмотрение Оли Мачлиса кандидатуру Абдуллы Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан. На совместном заседании Абдулла Арипов выступил с речью о программе действий Кабинета Министров на ближайшую и среднесрочную перспективу. Выступившие на заседании высказали свои мнения, поддержав изложенные в докладе президента приоритетные задачи, и одобрили предложенную кандидатуру на должность премьер-министра. После чего палаты Оли Мачлиса приняли постановление об утверждении Абдуллы Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан.